Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы продолжаем беседы православия и здоровья. Благословение Господне да пребывает с вами. В прошлый раз мы коснулись очень важной темы о том, как завершается жизнь человека, чем она кончается. И мы с вами убедились, что жизнь человек должен кончить так же достойно, как он и прожил её. И вот этот завершающий этап, этап умирания человека, он тоже должен быть достойным нашего времени, достойным нашей веры, достойным православных традиций. В православной традиции умирающий человек должен умирать, конечно, дома, окружённый близкими и родными людьми. И его переход в мир иной должен быть подготовлен и исповедью, соборованием, причастием. И тогда дальнейшая жизнь его души будет благоприятной. И вот в той следующей вечной жизни он войдёт легко, войдёт, не сомневаясь в том, что получит прощение за те грехи, которые могут быть прощены. И оставшиеся здесь его близкие и родные постараются сделать всё, чтобы облегчить его страдания, если грехи его в течение жизни были достаточно тяжёлыми. Но вот сейчас появилось новое веяние, вернее, не новое, ему уже больше, чем две тысячи лет. Сейчас предлагается лёгкая смерть, эвтаназия. И на Западе, в частности в Голландии, в других странах, она уже вполне разрешена. И в год несколько тысяч эвтаназий совершается. Она называется счастливая смерть. Это тогда, когда человек получает дозу яда и как бы засыпает, он уходит из этой жизни. И сторонники вот такого метода, они проявили очень большую настойчивость в том, чтобы этот метод применялся и в России. И более того, Комсомольская правда провела опрос среди молодёжи, как они относятся к эвтаназии, к этой так называемой счастливой смерти. И, надо сказать, очень интересные получились цифры. Большинство молодых людей высказалось в пользу этого способа ухода из жизни. Давайте разберёмся, в чём здесь дело. Что это за способ, во-первых, и, во-вторых, почему такой странный ответ получили те, кто анкетировал наших молодых людей. Но, прежде всего, эвтаназии известны очень давно. Ещё Эпикур и его ученики, выдвинув теорию наслаждения жизнью, они одновременно и считали вполне возможным счастливо уйти из этой жизни. Пример показал сам Эпикур, когда принял яд, упившись вином, и таким образом как бы избавился от мук, перешёл в мир иной. И вот его последователи тоже применяли различные способы для того, чтобы, как им казалось, вот так легко и с удовольствием уйти из этого мира. Надо сказать, что не иначе, как самоубийством можно назвать вот такой способ ухода. И с точки зрения православной веры, это смертный грех. Ни в коем случае нельзя кончать жизнь самоубийством, как бы она ни рядилась. На Западе говорят, что можно использовать различные технологии, если больной настаивает, если мучения его безграничны, если, так сказать, вот много всяких «если» для того, чтобы закончить жизнь вот таким путём. Но больной сам обычно никогда не идёт на такой шаг. И надо сказать, что он даже если просит о такой вот лёгкой смерти, то это минутная слабость, не более того. Человек подсознательно стремится к жизни. Он стремится ещё и ещё вдохнуть воздух, который его окружает, посмотреть на окружающие его лица, близких, родных. И никогда сознательно человек не идёт на такой шаг. Но давайте посмотрим и с другой стороны, в каком положении оказывается медицинский работник, оказывается врач, который нарушает клятву данную им после получения врачебного диплома о том, что он до последнего дыхания будет бороться за жизнь пациента. И вот в этом случае он нарушает эту клятву и становится соучастником самоубийства. Это страшная доля. И я думаю, что ни один врач, ни один медицинский работник не поёт на это. Хотя мы видим, что есть, оказывается, люди, которые склонны нарушать свои клятвы, даже если это очень высокие и добрые обязательства. Поэтому вот этот вопрос, он у нас сейчас не стоит. Хотя есть люди, которые постоянно пытаются продвинуть в направлении России вот те тенденции. Тенденции, понятно, зла, тенденции неправды и лжи, которые утвердились на Западе. Мы должны сопротивляться этому. Мы не должны допустить такого. Человек должен достойно жить, достойно болеть и достойно умирать. А что касается наших молодых людей, то здесь всё понятно. Дело всё в том, что в нашем государстве совершенно официально и за деньги государства каждый год совершаются миллионы убийств нерождённых детей. Мы как-то уже даже привыкли к этому, и это у нас не вызывает никаких отрицательных эмоций. И вот поэтому наши молодые люди, лишённые воспитания нравственного с детства, с молодости, они с такой лёгкостью говорят о том периоде жизни, о котором ещё не знают. И вот, пожалуй, то, что мы не видим смерти и стараемся детей уберечь от видения смерти, это играет плохую роль. Я когда отпевал молодых людей, погибших в катастрофе, в автодорожном происшествии, и когда собралось несколько десятков молодых их друзей, их соучеников, тех, кто только неделю назад видели этих молодых людей живыми, здоровыми, радостными, и вот тогда я впервые увидел, какой ужас был на их лицах, когда они взглянули в лицо смерти. Я обратился к ним со словами и утешения, и предостережения, потому что с очень большой лёгкостью мы сейчас относимся к нашей жизни. Мы её не бережём, мы потеряли ценность жизни, потому что не имеем понятия о том, кто нам её дал, зачем он нам её дал и как её нужно прожить. Вот если бы всё это знали молодые люди, они бы, наверное, по-другому относились к своей жизни, не растрачивали её на веселье, на курение, на пиво, на водку, на наркотики, на увлечение виртуальным миром компьютера, а жили бы достойно, жили бы целенаправленно, жили бы по-доброму и по-хорошему. И вот когда мы говорим о том, что человек должен болеть достойно, мы обязательно должны поговорить и о том, чего не надо делать. Не надо делать ни в здравом уме, ни в здоровом теле, ни в больном теле делать не надо. И понятно совершенно, что здесь речь должна идти о тех многочисленных целителях, колдунах, магах, белых, чёрных магов, которые нас окружают со всех сторон своими рекламами, своими приглашениями, своими убеждениями в том, что они всё могут. Они могут излечить от любой болезни, они могут снять порщу, они могут снять сглаз, они могут решить все наши проблемы, они могут сделать приворот и, наоборот, снять приворот. Они всё могут, всё могут. И возникает вопрос. Если на каждых 350-500 россиян приходится по одному вот такому колдуну, экстрасенсу, магу, то, наверное, если бы они были такими всемогущими, мы все бы были давным-давно абсолютно здоровы. Но несмотря на то, что количество этих магов и колдунов ужиличивается с каждым днём, здоровье народа всё уменьшается и уменьшается. И вот здесь возникает аналогия. Слепой ведёт слепого. Понятно совершенно, что когда мы говорим о сглазе, порче, когда мы говорим о вот этих грехах лжи, мы прежде всего должны думать о самих целителях, экстрасенсах и колдунах. Вот как раз на них-то и наложена вот та самая порча, которую они пытаются снять. Это они как раз и есть люди, испорченные, потому что они служат не Господу, они служат дьяволу. Эта практика, которую они ведут, никакого отношения не имеет к древним способностям людей накладывать шины, лечить травами, иглоукалыванием, например. Эти методы, они никак не связаны вот с теми необыкновенными способностями, которые демонстрируют ясновидящие, экстрасенсы, колдуны и маги. Это совсем другое. Это просто народный опыт, который подтвердил себя и который действительно оказывается во многих случаях полезным и нужным, когда вместо какого-то очищенного препарата, в котором не содержится ничего дополнительного, люди применяют какие-то травы, применяют кору, дерево, листья, плоды и так далее. То есть вещи более природные, содержащие лучшее соотношение всех веществ внутри себя. И надо сказать, что вот такие более природные вещества, они оказывают лучшее действие, чем очищенные. Потому что надо сказать, что организм человека, он сам представляет собой очень сложную комбинацию различных веществ. И внесение в него чистых препаратов не всегда бывает благоприятным. Но это народная медицина. Народная медицина, которая имеет право на существование. И даже есть пример, когда архиепископ Лука, воин Исенецкий, лечил раненых и больных с гнойными процессами с помощью специально приготовленной земли. Вот этот способ рассказала ему одна из его санитарок. И она сказала, как нужно, где нужно взять и как нужно приготовить землю, для того, чтобы она стала обладать целительными свойствами. И надо сказать, что он много раз убеждался в необыкновенных целительных свойствах вот этой земли, приготовленных по старинному народному рецепту. Эта земля прокаливалась, она каким-то образом обрабатывалась дополнительно, то есть она была лишена всех свойств микробных и так далее, и оказывала в то же время прекрасное заживляющее действие. Таким образом, народная медицина имеет право на существование. А вот то, что делают колдуны и маги, вот это не имеет права на существование, потому что это всё идёт от дьявола, идёт от лжи. И это люди, которые открыли свою душу бесам. Есть действительно люди, которые с детства проявляют какие-то необыкновенные свойства, ясновидение, способность смотреть сквозь человека и видеть его внутренние органы, например, видеть какое-то сияние, какие-то, так сказать, тепловые потоки, которые идут вокруг человека. Да, это своеобразное такое видение, это своеобразный, ну, можно сказать, дефект чувств человека, потому что в нормальных условиях ничего подобного мы не видим. Надо сказать, что бывают эти свойства и врождёнными, и приобретёнными. Врождённые свойства вот такого рода проявляются нередко у детей, обычно после двух лет, когда они начинают рассказывать о том, что они видят что-то необыкновенное. И тут сразу надо сказать, сказать о том, что если ребёночек крещённый, то, как правило, вот таких необыкновенных свойств у него не проявляется. То же самое со взрослыми людьми, которые в результате приобщения, ради любопытства многие это делают, вот приходят в книжный магазин, а там целые полки уставлены различными руководствами по эзотерике, различными руководствами, как надо в себе открыть различные качества, различные свойства. И вот человек, начитавшись этого, действительно начинает чувствовать, что что-то он видит не так, что-то он видит другое. Ну, хорошо, если это не признак умопомрачения, потому что вот был проведён очень интересное исследование, взяли 10 ясновидящих и экстрасенсов, которые имели международные дипломы, подтверждающие их необыкновенное качество. Так вот, психиатры установили, что 8 из них это просто душевнобольные люди, просто душевнобольные. Ну, а двое, видимо, просто были хорошими обманщиками. Но, тем не менее, вот такие свойства могут проявляться действительно у человека, который вот таким образом себя готовит. Часто появляются такие свойства у тех, кто занимается различными восточными философиями, единоборствами восточными, вот, например, ушу, потому что всё это сопровождается ведь ещё и определённым духовным воздействием, определённым духовным настроем. Вот вы знаете, я был поражён, когда в одной из школ Свердловских я присутствовал на дне начала учебного года, и там как раз вот эти вот молодые ребята демонстрировали вот это восточное искусство своё, когда об их спины там ломали доски, они там головой разбивали, значит, вот достаточно толстые такие куски дерева и так далее, и так далее. Понимаете, действительно, создаётся впечатление, что да, что-то необыкновенное творится перед глазами. Но вы знаете, на что я обратил внимание? Ни на одном из них не было крестика православного. Вот ни на одном. И потом я спросил у ребят, я говорю, ребята, ну, а вот почему вы крестики не носите? Нельзя. Нельзя носить крестик, потому что во время этих упражнений крестик может зацепиться за какой-то предмет, или этим может воспользоваться противник, и таким образом нанести нам какой-то вред. Крест нательный наносит вред бойцам восточных единоборств. Понимаете, как интересно? Это ведь повод очень серьёзно задуматься. Кто они? Они россияне? Они крещённые? Они православные люди, имеющие защиту от Господа? Или какой защитой они пользуются в этом случае? Это ведь очень большой вопрос. И родители, которые так вот бездумно своих молодых ребят посылают заниматься вот в эти секции, они, может быть, тоже об этом должны задуматься. Куда они посылают своих ребят? И кто их защитит? Если не нательный крестик, и если не обращение их к Господу в нужный момент, когда действительно нам бывает очень тяжело, и когда нам нужна защита, и вот эти свойства, которые проявляются иногда в очень раннем возрасте, они не даются человеку просто так. Когда стали анализировать, что же это за дети, у которых проявляются вот такие признаки, ясновидение, какого-то необыкновенного такого дара, оказалось, что их родители, их бабушки и дедушки имели очень серьёзные грехи. Алкоголизм, наркоманию. Они занимались колдовством, они сами были ясновидящими или экстрасенсами, или пытались из себя изображать таковых, что, в принципе, одно и то же. И вот приходит на ум очень правильная мысль, что не от Господа все эти дары, не от Господа. Господь нас создал такими, какими мы есть, с нормальными чувствами, с нормальным видением, и если нам что-то кажется, то, наверное, нужно обратиться к врачу, который разберётся, по какой причине нам это кажется. И если нам что-то слышится, и мы что-то чувствуем необыкновенное, то это, вообще говоря, тоже повод обратиться к врачу. Но обязательно нужно подумать и о другом, что кроме дефекта какого-то нашего чувства, это может быть серьёзнейшим делом духовным, потому что в таких людях очень часто обнаруживаются бесы. И вот эти бесы как раз и дают человеку такую необыкновенную возможность ощущать, видеть, прозревать. Хотя, конечно, этих людей надо пожалеть. По сути-то дело, они ведь сами не знают, откуда у них это появилось, и они сами боятся своего дара. Ну вот, говорят, что Кашпировский, например, очень боялся креститься, потому что считал, что при этом его дар такого, ясновидца, да, и экстрасенса пропадёт. Он правильно делал. Действительно, когда человек, почувствовав себе вот этот необыкновенный дар обращается в храм и проходит крещение, дар пропадает. Дар пропадает. То же самое случается, если, к сожалению, великому крещённый человек, православный человек увлекается вот всеми этими техниками и вдруг обнаруживает, что у него тоже появился такой дар. надо немедленно в этом покаяться, надо обязательно пройти очищение, и в этом случае Господь возвращает нам нормальный наш человеческий облик, человеческие чувства, и вот этот дар, он пропадает просто у человека. Поэтому, конечно, самый главный совет ни под видом, ни идти, ни к колдунам, ни к магам, ни к экстрасенсам, ни к язновидцам, не нужно нам этого с вами. Мы люди православные, мы люди свободные. Есть и медицинские определённые техники, которые тоже вызывают очень большое сомнение. Это прежде всего техники, связанные с гипнозом. Вот сейчас очень часто по различным каналам телевидения можно видеть и соревнования экстрасенсов, и сеансы гипноза, и всё это подаётся так, как будто это вот и есть та самая жизнь, которая нам нужна, нам необходима. Должен сказать, что давно уже установлено, что гипноз является путём порабощения человека. Если один раз кому-то из гипнотизёров удалось ввести вас в состояние гипноза, то в любой следующий момент вашей жизни, когда бы это ни было, непосредственно сразу после этого или через много лет этот человек может ввести вас в состояние гипноза. То есть лишить вас свободы, сделать вас своим рабом. Поэтому православие категорически выступает против таких методик. Мы выступаем против словесного кодирования. Мы выступаем против различных дыхательных методик. Почему? Потому что все они основаны на одном. Это перевод человека в состояние изменённого сознания. Вот чего добиваются все эти методики. Чтобы человек вышел из своего обычного спокойного состояния и перестал различать разницу между добром и злом. Вот для чего все эти методики применяются. И выход из состояния в результате гипноза, в результате дыхательных упражнений специальных, в результате читки различных мантр и так далее, оно как раз и приводит человека в то состояние, когда в его душу очень легко проникает бесовская сила. Она тому гнездяется, и после этого человек неожиданно для себя может обнаружить необыкновенные свойства, необыкновенные свойства, как признак того, что душа его оказалась повреждённой. Многие целители, так называемые, не имея даже начального медицинского образования, я встречал экстрасенсов и целителей, которые окончили в своё время химические факультеты, физические факультеты, гуманитарные различные факультеты, а то и вообще не имели никакого, не то что высшего, но даже среднего образования. И тем не менее, с помощью вот тех бесов, которые вселились в их душу, они видели человека насквозь, могли делать какую-то коррекцию внутри него, целить те или иные органы. Какой же результат такого целительства? Результат плачевный. Плачевный. Да, на какое-то время человек может почувствовать себя лучше, но, как правило, через несколько дней и через несколько месяцев возвращается снова болезнь, и вот тогда бывает уже иногда поздно что-либо делать, и человек просто-напросто погибает, потому что время упущено. Ведь мы прекрасно знаем, что если такие тяжелые, даже страшные где-то для человека болезни, как опухоли, застать в ранней стадии, то можно ограничиться небольшой операцией, а то и вообще обойтись без операции, чтобы полностью излечить человека. А вот то, что делают экстрасенсы и целители, когда загоняют болезнь вглубь, убирают только ее проявление, они сделать ничего не могут. Органические проявления болезни, они сами по себе исчезнуть не могут. Так вот, загоняя болезнь внутрь, они только продлевают мучение человека и переводят эту болезнь в такую стадию, когда уже врачи ничего сделать не могут. Нередко бывало, когда доброкачественные опухоли после вмешательства экстрасенсов, целителей переходили в злокачественные опухоли. Когда люди, побывавшие на так называемых сеансах исцеления, наоборот, тяжело заболевали. И если у них не было до этого какого-то заболевания, то оно появлялось после такого сеанса. Мы знаем и то, что после таких целительств люди просто умирали. И таких случаев в истории вот такого целительства достаточно много. Очень жаль, конечно, и тех людей, которые обладают с их точки зрения вот таким даром и им пользуются. Как правило, судьба их бывает очень тяжелой. они сами болеют. Они очень часто не могут у себя самих поставить диагноз, несмотря на то, что как бы с легкостью делают это по отношению к другим людям. И очень часто у них бывают несчастья с родными, с близкими, с детьми. И в общем этих людей надо пожалеть. Но к великому сожалению, пока они носят в себе бесов, это бессмысленное занятие с нашей стороны. Они сами должны покаяться, сами должны прийти к Господу. И может быть через это покаяние Он их избавит от этого необыкновенного дара, который иногда передается из поколения в поколение в виде беса рода. Я думаю, дорогие мои, что это достаточное основание для того, чтобы нам с вами идти к врачам, идти в православную церковь и только там получать исцеление от своих душевных и духовных недугов. А у врачей, чтобы их руки были также полны искусства, которое вкладывает в этих людей Господь наш Иисус Христос. Помогай вам, Господь! Иисус Христос. Продолжение следует...